добрый день мы находимся в городском кафе зис здесь сегодня происходит презентация нового романа андрея геласимова роза ветров я приветствую андрея геласимова да вот так выглядит прессу вот так выглядит книжка у нас даже чуть-чуть воссоздан мы попытались во всяком случае воссоздать прекрасный антураж но книга большая но в я не знаю в кино есть такое понятие если я я могу ошибиться помню теглайн или какое-то слово точнее фраза слоган слог ну назовем это слово в одной фразе как бы вся книжка которая должна эта фраза должна зацепить потенциального зрителя в данном случае читателя есть какое-то такое предложение или или хлесткая фраза которая может что-то сказать об этой книжке скажем если это в принципе в книгоиздатель есть но для этой книги абсолютно точно и это невыдумная фраза это резолюция императора николая первого на докладе невельского и звучит она так где раз поднят русский флаг там он спускаться не должен давай объясним кто такой невельской невельской геннадий невельской капитан-лейтенант российского флота который в 1849 году исследовал уси амура и другие земли уссурийского края при амуре на предмет открытия судоходного фарватера в реке амур для того чтобы туда могли заходить боевые корабли из океана и оттуда могли выходить торговые корабли и баржи с мами которые идут из-за байкалья таким образом решался вопрос колоссальный вопрос логистики для доставления грузов воинской силы для последующего освоения дальнего востока он это сделал он за три месяца нашел судоходный фарватер это позволило нам в дальнейшем осваивать эти земли скажи пожалуйста существует ли в этой книге некий взгляд на эти события которые не совпадают или может быть даже противоречит потому что мы знаем из учебников истории потому что я задают задают вопрос не случайно потому что сейчас очень много естественно говорят о разных альтернативных версиях истории о переписывании истории о том что в разных чуть ли не даже в разных учебниках по-разному освещаются одни и те же события вот в твоей книге есть что-то чего мы не знали или что мы знали но но знали неправильно скорее знали но не совсем точно вот вторая формулировка она более правильная потому что политическая ситуация тогда когда это происходило не позволяла говорить всего потому что это привело бы просто говоря к войне что в общем то все равно привело в 1854 году англо-французская эскадра атаковала севастополь и я абсолютно уверен что это было наказанием россии нас наказали за наши действия за пять лет до этого на востоке и в связи с этими политическими вот такими важными последствиями не все говорилось об экспедиции невельского она даже была довольно долго засекречена сначала царскими властями а потом советская историография подхватила царскую историографию что он взял это самовольно на свой страх риск пошел поднял флаг такой вот себе вольнодумец и свободолюбец но на самом деле конечно государственная воля там присутствовала я прекрасно отдаю себе отчет в том что если берешься за какие-то исторические факты есть риск уйти в такую прям науку ты написал книгу который очень увлекательно читать как ты для себя выстраивал эту линию как остаться увлекательным но при этом донести всю ту глыбу информацией которые у тебя есть ты знаешь на самом деле очень просто я попросту вжился туда вот в этих людей в эту эпоху и пока я изучал документы я понял что до документы сухие строчки документов сухи но я понял что этим людям было безумно интересно им было а страшно б интересно там c они ощущали огромную ответственность вот эти все три фактора я как-то полностью почувствовал ну и воспроизвел я понял что это не может не могло не быть им дико интересно и риски которые они на себя брали в том числе и политической ответственности они конечно ну как они как триллер и для них были как триллер там речь ведь шла не только о карьерах но и о свободе ошибись они чуть-чуть и они бы все пошли на каторгу если бы если бы началась из-за этого война неправильно бы они себя повели на этих открытых территориях поэтому я собственно говоря но вот вжился в шкуру своих героев и мне стало интересно я надеюсь что и читателю стало интересно в романе есть фигуры которые ну просто такие плоть от плоти авантюрного жанра романтического жанра легкого жанра например фигура поэта тютчева которую мы все любим но есть знаем о нем исключительно в основном наверное из школьной программы она в романе он в романе выступает таким антагонист он антагонистом и мягко говоря но человеком которого по нынешним законам но могли бы серьезно прищучить как как ты опять же это же это же такой серьезный как бы вызов даже и самому себе взять историческую фигуру которую мы все знаем и докрутить ее до состояния вот такого трикстера или более назвать трикстер нормально понимаешь я ничего не докручивал я просто почитал письма его детей воспоминания его дочери его жен о нем и я ничего не докручивая просто рассказал все как было он действительно был не самый чистоплотный человек жизни жил за счет своих жен обманывал их вел себя некрасиво в семейном быту не очень-то любил своих детей там в общем но был великим поэтому это мне кажется один из самых главных вопросов сейчас когда все обсуждают моральный облик актеров но продюсеров да и вопрос который встает на повестке дня даже не в том состоит там заши за какие места хватал продюсер вайн стайн своих актрис вопрос в том может ли человек одновременно быть великим актером и аморальным типом но в данном случае мы имеем такой факт аморальное поведение тютчева в итоге всегда результировала в гениальных стихах не знаю как это связано но факт остается фактом есть еще одна линия на которую уже обратили внимание это линия персонажа по фамилии семенов который является ну сейчас сказали сотрудникам спецслужб но и тогда можно было бы тогда наверно можно было так сказать и линия это состоит в том что рядом с великими русскими учеными первооткрывателями воинами рядом всегда шел какой-то вот такой теневой персонаж которого никто не знал по имени который о котором никогда не известно ничего до конца господин семена господин с него нет имени даже укат но при этом его роль в вот этих свершениях едва ли не это же она сравнима с ролью главного персонажа да 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 он но он очень важные там вещи делает дело в том что борис я как-то просто себе отдал отчет вот начал как бы когда изучать все эти вопросы и отдал себе отчет в том чем раньше вообще никогда не давал себе отчет например известнейший роман гончарова классика русской литературы фрегат паллада но не романа как сейчас говорят травелог описание значит путешествие этого фрегата и все мы читаем в школе проходим там скучные какие-то нам вещи рассказать учителя но дело в том что фрегат паллада на борту которого находился писатель гончаров шла совершенно ровно с такой же этот фрегат он шел ровно с такой же политической дипломатической и шпионской миссии ровно разведческой миссии в те места и он связан с экспедиции невельского поход этот связан он идет тем же маршрутом идет в те же места и гончаров например своих письмах когда они находятся в гавани константина это сейчас софгавань где наша база подводных лодок находится он из этой гавани константина пишет письмо своим друзьям петербург буквально цитирую я не могу сказать вам сейчас где мы находимся но места здесь такие такие-то красивые а если потом выяснили где стоял фрегат он стоял в этих местах ему там находиться было нельзя потому что земли ничейные боевой русский корабль там находиться не должен еще раз повторяю миссия была дипломатическая и миссия разведки в том числе поэтому даже гончаров писатель будучи секретарем адмирала на том борту выполнял работу спецслужб андрей мне кажется что вот исходя из того о чем мы уже поговорили роман роза ветров крайне актуален на сегодняшний день когда россия фактически заново занимается перед тем что переосмысляет свои границы свою роль в глобальном мире что какую пользу могли бы извлечь сегодняшние политики из даже просто почитав твой роман и прочитав о том как принимались решения тогда например но пользы не знаю я никаких конечно советов политикам же бы давать не могу основную задачу там и может быть единственную которая для себя ставил просто описать время эпоху в истории нашей страны россии когда она была когда она собиралась когда были люди которые ее собирали вот она не в деструктивном находится состоянии да как последние там не знаю сколько уже ли 20 30 до когда союз рухнул и все это начало отваливаться даже раньше финляндию когда мы отдали до польшу там и так далее а это вот как раз период до 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 начала распада это период собирательства земель и мне собственно говоря хотелось не столько к нам советы какие-то давать сколько показать дух и настроение тех людей мне просто стало интересно а какие они были да а что ими двигало пойти в такие отдаленные места и поднять там российский флаг но собственно говоря мне вот этот дух собирательства очень привлек если еще какие-то исторические периоды о которых тебе было бы также интересно написать или сейчас тебя занимают какие-то совершенно другие вещи нет но сейчас я уже совершенно другую пишу книгу эта книга будет о рэпе а пока будет современной да я хочу написать книгу о современном рэп-движении в центре будет стоять герой очень похожий на василия вакуленко баста нинтендо и наганна поэтому пока есть историческая тема и пока закончена но я надеюсь после книги о рэпе которые я называл уже чистый кайф я думаю что я вернусь к невельскому и напишу как бы второй сезон потому что это у меня вот если говорить телевизионным языком это у меня первый сезон там есть еще второй сезон я его сделаю последняя просьба мы находимся в санкт-петербурге и неверской связи с санкт-петербургом может быть есть какая-то какие-то места может быть так я бы сказал есть какие-то места невельского в петербурге есть какие-то места куда можно пойти там почувствовать себя отчасти хотя бы ну или героем или просто участником событий но есть конечно место совершенно сакральное для и для этой книги и для самого невельского потому что экспедиция выходила буквально отсюда из кронштадта поэтому самое сакральное место это кронштадт еще у меня в романе целая глава посвящена спасу преображенскому собору на преображенской площади которая находится здесь и герои у меня с великим князем константином николаевичем приходит туда как раз на праздник преображения в августе и вот это место такое как мне кажется важно и для меня и для моего героя смольный смольная очень так довольно много ему посвящено страниц я его описываю довольно подробно да потому что откуда ты узнал как был устроен смольный тогда я знаю как он устроен много изучал дело в том что будущая жена невельского катя ильчинина была воспитанницей смольного института и дочери тютчева кстати они так все у меня и соединяются в романе то есть дочки тютчева учатся обучаются с ней в одно время вот и мне пришлось изучать очень много про смольный поэтому да смольный для этого романа тоже важное место андрей спасибо тебе большое спасибо я думаю что я надеюсь что этот роман будет кстати это важно нельзя чтобы его проходили в школах у меня другие книги проходят уже в школах поэтому но будем надеяться что это будет проходить дай бог спасибо спасибо спасибо